Коллеги, приветствую вас. Мы в Узбекистане. Мой наставник – это Дима. Идейный вдохновитель. Да, да, да. Максимум миру говорит она «станьте первыми». И она говорит «молиться за вас». У нас всегда на таких больших мероприятиях приходят на открытие наши аксакалы, уважаемые люди. Заместитель губернатора. В Ферганской области. Вам уже форму выдали, да? Да. Сарафан работает хорошо, быстро объединяется, быстро собирается. То, что Дима говорит, что закрыты и друг с другом не общаются, это больше про нас здесь. Самое главное, когда вы смотрите вот эти фильмы, берите для себя самое лучшее. Общайтесь друг с другом, смотрите канал «Предприниматель Дела». Работайте с лучшими, работайте с профессионалами, друзья. И тогда у вас точно все получится. Коллеги, приветствую вас. Мы в Узбекистане. Завтра буквально у АВАЗа будет открытие вот здесь, торжественное. Уже не первый день здесь кипит работа по подготовке. Сейчас мы немножко пробежимся. Так, здесь у нас шоу-рум небольшой. Здесь уважаемые гости из Пензы прибыли. Так, этого товарища мы уже увидели. Привет. Настя. Здесь предполагается место для технологов, я так понял, да? Я не знаю, как приеду. Только прилетел. Я ехал с двумя пересадками, летел точнее. Плюс потом еще на машине полтора часа. Вот, поэтому не так просто. Прямых рейсов практически нет. Это такой внутренний дворик. Вот все это АВАЗ строил на протяжении 7 лет. При этом, я так понимаю, он особо не подозревал, что здесь именно будет. Говорит, я просто строил. Не знаю, что здесь. Что здесь у меня будет по итогу организовано. Так, еще один небольшой дворик внутренний. Ну вот, здесь уже подготовка полным ходом. Вот, друзья, кстати, опять реклама компании Лига, да? Вот что мне нравится, их подход с точки зрения организации. Все прям настолько четенько. Я просто понимаю, из какого количества нюансов состоит любое оффлайн мероприятие, где нужно физически людей своих привезти и организовать какие-то активности. Создать, можно сказать, всю инфраструктуру, да, самого мероприятия. Вот так вот, в общем, выглядит наша фабрика, которую мы завтра будем снимать. Ну, интересно, знаете, даже не сама фабрика. Интересна, там, не расстановка станков, да, или какие станки тут установлены. Интересна сама история АВАЗа. Герой, который занимает свое уникальное почетное место, от которого мы можем взять, ну, просто под запись ряд тезисов, да, которые могут помочь, в том числе, в развитии нашего бизнеса. Да. Так, как вас зовут, малыши? Какой тебя зовут? Марьян. Это Марьян. А тебе? Азиз. 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 Слушай, тебя зовут прям как фабрику у твоего папы. Да. Может, это случайность? Нет, случайность. Ну, дом родительский, где мы живем. Здесь братья тоже твои живут? Ну, младший брат и я с детьми. А вот во сколько братьев? Вообще семьи пять братьев. Пять братьев, просто в прошлом фильме они об этом не говорили. Да, пять братьев. И пять братьев, они, ну, как бы, в своих домах живут. А мы тут младшим братом, я постоянно в Москве жил. И за родителями, вот младший брат, постоянно ухожу. Два этажа, клин красивый. Вот так выглядит дом у строителя, да? Тебя можно считать строителем же, да? Ну, я есть строитель. Ты есть строитель. Да. Москличка, она там родился, вырос. Варьям, это вот, значит, в честь кого у нас, да? Да, к нам гости приехали. Мехмарна Келечка, ты будешь угощать? Да, будет угощать. А тут планировал баню, еще как бы перекинулся туда на производство, осталось. Ну, потом продолжим, доделаем. Как раз сейчас печет, у нас узбекский тандыр. Ребята, ничего себе, смотрите, здесь узбекский тандыр, да. Там прямо угли. Да. Просто настоящие лепешки. Рождается здесь, там какие-то мероприятия собираются. Много человек, да? Ну, родственники, семья, братья, все, когда собираются, где-то под 150-200 человек, часто мы готовим. Ну, у нас по традиции. Просто знаешь, как вчера вот Айбек встречал меня, да? Мы заехали в Чехану. Да. Он накормил как раз меня с дороги, да? А, пути? Да, да, да. И вот он рассказал вот эту, знаешь, историю, как в детстве, да? Мы сами, сами пекали, потому что в семье девочек не было, мама работала, и мы сами это пекали. В общем, ты из тех хозяев мебельной фабрики, которым эта фабрика не досталась, да? Там, как говорится, с неба не свалилась, да? Ну, конечно. Родители не передали и прочее. Папа умер еще, когда мне было 12 лет. И я очень любил папу, настолько любил. Я учился хорошо, в почетном доске висели мои фотографии. Ну, после папы пришлось помочь семью, маму, и пошел работать. И вот так вот вся жизнь прожилось день и ночь. Значит, кто Авадзе-то воспитал, да, она? Да. Давай гости. Спасибо, что вы делаете, Дмитрий. Как же он говорит, я молюсь за всех? Да, за всех. По всему миру, говорит она, останьте первыми. И она говорит, молюсь за вас. Хорошо. Ну, как ты правильно сказал, что случайностей не бывает в жизни. И даже вот если посмотреть на команду, которая здесь, то есть это, ну, во-первых, мы и познакомились, ну, буквально все в течение очень короткого времени, и все из разных регионов. То есть и Москва, Дмитрий сейчас Сочи представляет, Ренат Пезинская область, Кузнецк. То есть это все соединилось не просто так. То есть кто-то нас свел в определенный момент для того, чтобы мы сегодня оказались здесь. Чувствую, что без маминой помощи как раз и не обошлось, да? Да. Это хороший пример для тех, кто сомневается и переживает. За то, что сложно что-то сделать, как будет это делать, один. То есть если ты действительно затеял благое дело, то есть всегда найдутся люди, которые готовы будут помочь. Ну, вселенная это все устроит. Главное, чтобы цель была не зарабатывать, не мирные блага, а как раз служение людям. А остальные вселенные это организует все сам. В Библии это Дева Мария. В мусульмане это Марьян. В Коране единственное упомянутое женское имя это Мария Марьян. Ну, то есть единственная женщина, частейшая женщина, когда-либо ходила по земле. Думаю, это тоже не случайность, да? Марьян это и все, все мировое как бы имя все знают и легко по изучению произношения этого. Друзья, в такой момент начинаешь понимать, насколько мы избалованные. То есть нас уже ничем не удивишь, да? То есть открытие фабрики в Москве, открытие фабрики здесь, в Узбекистане, еще и в небольшом городке численностью порядка 10 тысяч человек. Ну, это реально событие. У нас всегда на вот таких больших мероприятиях приходят на открытие наши аксакалы. Уважаемые люди, это обычно бывает вот здесь, которые с Махалии здесь проживают, старчевые, нормальные. Такие взрослые, да, вот хотят делегации? Они, грубо говоря, смотрят и дают благословение, то есть чтобы у АВАЗа впереди были только хорошие проекты. Что говорят старейшины? Старейшины, да, для них в любом случае это новое. Они говорят, а что, получается, вы людей будете увольнять? Нет, мы, говорит, всем место найдем, но уже минимизирует человеческий труд. И они сами прекрасно это понимают, что в скором будущем уже все к этому придется. Понятно. Приглашаем к нам руководителя генерального директора Гривошиева Виталия Владимировича, основателя мебельной фабрики Мальям АВАЗа Валиевой и, конечно же, заместителя Хакима Фирганской области Куршина Рустамовича Ахмедова. Наши гости отведают наш национальный хлеб, лепешки и, конечно же, пройдут к нам. Зам. губернатора выступает, у нас от Ринад переводит. Оказывается, он еще и по-узбекски разговаривает, да? По-узбекски и по-русски. Слушай, напоминает тебе что-то это, нет? Не похоже? Есть. Атмосфера. Есть атмосфера похожа на нашу форму прошлогоднюю. Да. Как у себя дома нахожусь? Кажется, что больше уровень какой-то праздничности и торжественности, или такое ощущение просто, потому что другая страна? Здесь, наверное, просто местный житель праздник. Ну, то есть события. Любые события, да, то есть любой повод собраться вместе, наверное, уже праздник. Поэтому тут мебельчиков не так много, но праздник удался, самое главное. Друзья, Ринат у нас наставником является, по сути, этого проекта, да? А вас твой воспитанник. В общем, смысл в чем? А вас с собой привез несколько ребят. Привез он их к Ринату для того, чтобы научиться тому самому ремеслу, да? Как вообще, чего это все началось? Что это за сюжет такой интересный? Для меня тоже, на самом деле, был неожиданным. Так, и ты выступаешь через буквально несколько минут. Ты готов? И ты выступаешь, да. Нет. Я не переживаю, потому что ты рядом. Дорогие Воси, будущие партнеры. Коллеги. Я очень рад видеть вас всех на долгожданное открытие нашего производства. И также благодарю основателей компании Лиги Виталия Владимировича, также его большую команду. Также хочу поблагодарить владельца мебельной фабрики «Альтернатива» Рината Бибарцева и его команда. Приняли нас как своих. Рината Бибарцева и его команда. приятно что нас также смотрят в узбекистане и что наш контент является полезным вот пожалуйста знакомьтесь местные мебельщики из узбекистана из узбекистана 400 километрам выехать скил области партия спасибо старости на русской области 400 километров от сюда приятно меня зовут аскар пусть я разная очень много лет старый мебельщик очень много лет очень толковый и больше старый не то что опытный наш мебельщик сегодня он спасибо ему приехал на открытие мебели к вас большое за это спасибо в составе группы расширены то есть я так понимаю что если кто-то захочет приобрести оборудование не пройти короче добро пожаловать либо нас ну никак не по а напрямую как-то можно из краснодара можно почему нет но все равно краснодар отправить к нам а мы к ним отправляем краснодар ну понятно так что друзья запомните пожалуйста вот этого товарища вам к нему так россия здравствуйте говорят вы по узбекски хорошо говорите как то же как стажировка урината а урината все удобства в целом он взял мудобства на ярата вердах мажорает ларда еще лара без генна макира его за 40 генна мазу воргаль и койдашу же д апрекция галаф у хобургия ракетик эндок дохода за счет на вас векса нова сама за да и шляп и шляп и шляпки той армаз друзья растет настоящий предприниматель понимаете быстро нашел выход из ситуации спасибо спасибо огромное и вам тоже спасибо это рина при большого тоже да совсем спасибо это местный блогер приветствую какими судьбами вы где у нас проживаете я ташкенте ташкенте это суда пилили сколько 46 8 часов я не 8 сколько мы 4 часа до 4 часа круто ну как фабрика вам очень круто сейчас мы еще только что приехали сейчас посмотрим мне очень нравится я думаю уже остаться кстати мой наставник это дима идейный вдохновитель идейный вдохновения да 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 я не знал рад видеть тогда увидимся и тогда вы видите заместитель губернатора заместитель губернатора фирганской области у нас не губернатор хаким заместитель хаким хаким фирганского зампаки понял вы знаете мы часто снимаем про предпринимателей фильмы видео и не знаю как у вас в узбекистане да у нас россии есть такой стереотип что предприниматели могут рассчитывать только на себя и часто как бы с людьми из власти они как бы опасаются взаимодействовать или еще как-то вы очень хорошую речь произнесли да что можно рассчитывать мы всегда поддержим на самом деле узбекистан славится большим количеством прекрасных традиций сейчас мы наблюдаем достаточно уникальную ситуацию когда за одним столом сидит предприниматель сидит руководитель большой компании по поставке оборудования и сидит человек из администрации и все разговаривают просто на одном языке да вот так лично в глаза на глазу я хотел бы чтобы это стало доброй традиции не только в узбекистане но и в других государствах до которых мы так сказать дотягиваемся с помощью нашего канала но сейчас предлагаю пройти на торжественную часть спасибо спасибо когда мы поговорили соответственно с авазом я понял что это очень интересный человек после этого у нас состоялся достаточно короткий разговор с виталием владимировичем который сказал также что дмитрий я знаю этого человека я считаю что у него точно все получится поэтому если тебе интересен этот сюжет безусловно сделай но для тех кто не знает я сообщаю что о хозяине вот этой вот фабрики уже есть целый фильм от меня вот вам искренний посыл пожалуйста будьте открыты друг с другом вы на самом деле удивитесь когда вы просто подойдете к своему коллеге ну может быть не из одного города как я уже говорил да но из другого вы удивитесь насколько он открытый насколько он готов делиться этим да есть у нас этот стереотип а вдруг меня пошлют а вдруг не так поймут и так далее и самое главное когда вы смотрите вот эти фильмы то есть по сути вам и не нужно ездить по этим разным городам мы за вас это делаем просто смотрите эти фильмы берите для себя самое лучшее потому что всегда можно найти различного рода замечания можно написать в комментариях что ага там директор этой фабрики ходит без каски понимаете 40 минут или 50 минут фильм там просто кладезь лайфхаков вы просто берете и под выписываете просто для себя все что вы можете у себя внедрить а кто-то просто берет и высматривает какие-то нюансы для того чтобы написать какие-то недостатки не тратьте на это время общайтесь друг с другом смотрите канал предприниматель дела ну и работайте пожалуй с лучшими это тоже такой посыл который я хотел бы дать одним из лучших кстати я считаю компанию лига и в лице виталия владимировича буквально минут 30 назад общались с ребятами возле вот этого стенда там сергей который прибыл с ребятами из столицы он произнес такую фразу ну виталий конечно отжег говоря о вас это наш первый такого плана проект в узбекистане был определенный риск необходимо учитывать и менталитет и особенности производителей мебели в узбекистане сейчас уже под конец первого дня я могу с уверенностью сказать что мероприятие состоялось приехало большое количество производителей мебели из разных регионов подходили знакомились многие люди приехали за 400 за 600 километров отсюда но относительно того что там виталий владимирович отжег в любом случае это работа команды компании лига это работа представителей нашей компании уже больше года работы дочерняя компания в ташкенте есть уже успешные проекты реализованы оборудование от кдт от нашей компании пользуются популярностью в узбекистане есть служба сервиса есть техническая поддержка но и на этом мероприятии мы впервые продемонстрировали наш проект это подготовка специалистов для мебельной отрасли от подразделения практика то есть в течение этих двух дней более 20 человек пройдут обучение как на оператора по обслуживанию станков громко облицовочных станков и сверлинно-присадочных центров щипову знаете даже добавить нечего я наверно просто не добавлю работайте с лучшими работайте с профессионалами друзья и тогда у вас точно все получится тебе большое спасибо за поддержку за то что действительно самого начала освещаешь этот проект который затеял а вас это вначале было похоже на небольшую авантюру да но на самом деле сейчас уже есть четкое понимание что проекту быть мебельная фабрика открыта впереди еще безусловно очень много работы но мы со своей стороны постараемся оказать всестороннюю поддержку этому молодому проекту и этому амбициозному человеку почему меня не снимаю сегодня белой футболочки давай давай расскажи как тебе вообще старым братом быть в этой семье нормально нормально не обижают мать и мне повезло сбрали дай мне микрофон вам уже форму выдали да да вот самый первый я взял на запах плова да на запах плова про голодался вот самый главный работник а почему вы так по-разному выглядеть а вы же братья и я старше из-за этого а ты зато старше вся сила в тебя уж ману понятно понятно а из-за большей ответственностью у него только поэтому а из-за большей ответственностью тоже и укропну так и понятно ну ты уже звезда настоящего учимся скажи пожалуйста самый волнительный момент уже прошел как ты думаешь да да это прям выступление это выступление ну да при открытии которые но видно было что ты волновался но я думаю что также помимо чувства волнения ты чувствовал поддержку огромную поддержку из вот тех кто собрался вот было у рената открытие да это как-то одно а здесь она как-то вот совсем иначе воспринимается как будто атмосфера праздников в большей степени как ты думаешь почему это это одна из причин в россии понятно как говорили она неравномерно распределена то есть для россии для россии удивить но это сложно там ну давно да уже имеет это все и второй момент это конечно это наши традиционные узбекские узбекские обычно сплоченность мне кажется вы вы умеете лучше радоваться друг за друга да как будто бы вот какая-то поддержка и сарафан работает хорошо быстро объединяется быстро собирается ну то есть в этом плане организован ну что сказать пока нас снимают я хотел бы тебе сказать что самое простое скорее всего ты прошел уже до обставил построил самое простое теперь начнется самое веселое это только начало я это я понял побывав все фабрики потом побывав у рената я понял куда я залез и что предстоит еще перейдеть ну ничего я думаю ты справишься не это вопрос времени я считаю нет не решаемых задачи только вопрос времени и как бы уверенность терпения а вас не возможно жители клиенту узбекистана тебя поддержат с одной стороны а все кто собрались вокруг канала предприниматель дела тебя поддержат с другой стороны с производственной поэтому желаю тебе удачи так друзья так выглядят местные узбеки мебельщики все узбеки да а вы приехали не откуда 400 все с ташкента здесь мебельщиков сколько но если производители сделать гаражников производить здесь же я даже не знаю количество не знаю что много и поэтому такой шаг ответственность авташкенте если что-то нужно будет приезжать всегда говорят знаешь это одна и та же хорошая идея часто приходит нескольким людям одновременно да есть такое и соответственно там уже вопрос скорости кто быстрее ее реализует я так понимаю у вас нас обскакал он ближе ближе был потому что мечта я проживаю в москве 20 лет я я в интернерном сфере доработал в ремонте стройки и перед моим глазами за 20 лет это я все тренды все изменение позиции мебельщиков как мы их называем с петушарами со всеми по очереди то есть он находясь в стройке столкнулся со всеми и поэтому знаю все боли клиента ну вот взялся видимо реализовать самаре а минуты полиформ вся вот эта мебель я видел и я знаю какие какие рекламации чем сталкивайся что хочет плен я не вот теперь да вот и как раз я никогда не производил но я знаю что что нужно что хотят на самом деле какие проблемы там вот это я хорошо знаю что может и не надо было ташкент здесь он дома ну да и другой стороны наш 4 часа времени это не такое было обсуждали только что объехали сюда собираться в ташкент то будет тут развивать у меня мечта был именно развивать и кстати знаешь о чем говорил что неравномерно как-то распределены блага это благо что-то на этим и занимаями у нее прессе япония там побывает и поле приездит москву скажет москва там 20 лет остался из москвы прессе ташкент скажет 20 лет ташкент остается отсюда приходит куда уже за 300 километров 10 лет остается тут наверно у людей больше желания до стремится попасть да 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 более мотивированные да я так думаю потому что они многие же стремятся в ташкент попасть на здесь открылась компания мало ли может он там парень смотрит также в ютюбе видеоролики и вдохновляется да тут раз и компания здесь открылась придет сюда и может его большое будущее будет это основной мечта вот сочи у них вот сейчас героя в теме вички собираются хочу здесь такой же атмосфера вот как здоровая конкуренцию да я всегда поражала вилд мне чем нравится я тоже с 12 года там активно я вижу как бы как там люди то что дима говорит что закрытые друг другом не общаются это больше про нас а в россии я звоню там питер куда-то или там звоню там тот же самый нам кузнец или там в пензу да куда угодно и человек у тебя принимает вот ты ездишь по городам тебя принимают тебе показывают все здесь такого нету здесь будет команда дана на ворота аккуратно проводите там до такого-то цеха что там не покажите то не показываете это не показывать настолько закрыто даже клиенты не может найти его у меня возникает вопрос по поводу языкового барьера как вообще с этим справляетесь сложно ли или парни по-русски все прекрасно понимают ну сейчас простые вещи они понимают и по-русски при этом мы материал который для них подготовили подготовили и на русском и на узбекском языках вот и у нас еще работа сейчас на площадке переводчики который помогает перевести какие-то сложные может быть технические термины и моменты откуда взять таких переводчиков именно из мероприятия специально искали людей которые сильно понимают немного в мебели владеют специфика и понимают ну там чуть в оборудовании но безусловно понимать на русском языке хорошо в будущем мы конечно планируем проводить обучение на двух языках возможно это будет синхронный перевод но для того чтобы значит те знания и ту экспертизу которым владеем могли в точности передать без искажения и чтобы те мебельщики которые будут обучаться взяли от нас по максимуму так ребята нам сейчас расскажут чем пленка лучше эмали и внимание вас познакомить с новым продуктом на рынке для облицовки мебельных фасадов это продукт стронк лекция на основе пленок и сейчас прям фокус показали данного поцарапать это вот бутылочки которых мы пьем это супер экологичный материал который ничего не выделяет ни при работе не при эксплуатации эти пленки не царапаются острой стороной закрывают торцы со всех сторон еще на так сильно soft touch вот она а пальцы остаются со временем нет не остается эта пленка она отталкивает жидкость не задерживают водичку да смотрите она ведется как тут водичка вот такие волшебные покрытия друзья я сразу вспоминаю ваню его лицо когда он к нам приехал когда мы его запустили он просто прослезился знаете такое бывает когда лет пять работаешь рубанком и потом начинать работать вот на таком очень важно не просто набрать оборудование друзья я думаю что большое количество предпринимателей попались на эту удочку посмотрев на красивую картинку до посмотрев том числе на каких-то производителей предпринимателей у которых вроде как все классно получается они посмотрели это видео 40-минутное складывается обманчивое впечатление что действительно если позитивно относиться к своей работе и любить то что ты делаешь да как большинство наших героев то у тебя такое все оно автоматически будет получаться наверное отчасти где-то там во вселенной это правило работает но вы должны понимать чтобы с огромным количеством тонкостей и нюансов столкнетесь в том числе с такими деталями как я не знаю создать эту программу и отправить ее на станок чтобы он сделал все так как нужно и в отличие от того что например на форматике вы можете отпилить эти детали просто используя какие-то логические свои свой жизненный опыт до свою логику и опыт производстве мебели вот такой ручной то здесь это не прокатит здесь нужны знания здесь нужно учиться здесь нужно практиковаться и это наверное самое сложное в создании вот этого производственного мебельного бизнеса